Ребят, всем привет! В этом выпуске вы увидите проект, который я начал в 2020 году. Он значит у нас длится и длится он будет до 2023 года. Чем мы сейчас занимаемся? Мы строим источник и делаем благоустройство территории рядом с храмом. На заднем фоне экскаватор копает канаву, мы будем сажать туи. Здесь мы построили парковочную площадку, будут приезжать люди на источник, на крещение, ставить автомобили, пешочком спускаться по дорожке вниз, потом спускаются по лестнице металлической, набирают водичку, купаются. Сейчас мы пройдем с вами, я расскажу с чего все началось, почему я это делаю. Пойдемте! В возрасте 5 лет я в первый раз приехал в храм Георгия Победоносца. В храме служил Царство Ему Небесное Отец Леонид. В выходные дни я оставался ночевать при дворовой территории, на территории храма домики. Примерно каждые выходные, вот я приезжаю на лето, и каждые выходные мы едем в храм. Субботу на вечернюю, утром просыпаемся, идем на службу. И я в возрасте уже 5-6 лет, я помню в храме, когда я засыпал на батареях, сидя, греясь. Вся эта территория была заросшая полностью. Вот можно на фоне посмотреть, кустарниковая растительность, деревья. Здесь мы расчистили, раскорчевали, ввели землю в эксплуатацию, можно будет что-то выращивать. Построили дорогу, завезли бой бетона, завезли отсев. Сейчас можно спокойно, не испачкавшись, пройтись, допустим, вниз, можно заехать на автомобиле. А вообще с чего стройка началась? В 2020 году, осенью, я гулял здесь по территории. Спустился вниз в овраг и увидел колодец. Он уже немножко был облагорожен, более-менее такой красивенький. А рядом с колодцем была старая-старая купель, заросшая травой, мох. А так как я люблю купаться зимой в проруби, я люблю ездить, посещать источники купели, думаю, блин, какое замечательное место, здесь нужно построить купель. И вот с того момента мы приступили к строительству. Перед тем, как приступить к строительству, я обратился к Литвин Татьяне Александровне, спросил разрешение, можно ли у вас построить вот такое место, будет источник, парковая территория прогулочная. Она разрешила. И пошел процесс. Закупили металлопрокат, начали строить лестницу. Изначально я здесь планировал сделать смотровую площадку. То есть она должна была быть такая, знаете, здоровая площадка, на которую могло поместиться человек 30. Ну, как вы знаете, перед Новым годом был сильный скачок на металлопрокат. И цены поднялись в два раза. И по финансам, честно скажу, я не потянул. Потянул только вот лестницу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 54, 55, 56, 8, 79, 80. Лестница насчитывает 80 ступеней. Изначально купель планировалась на старом месте. Вот здесь. Я планировал снести старую купель и построить. Но по рекомендации моей жены, Марины, она говорит, а давайте сделаем в другом месте. Спустимся чуть ниже. Приняли решение делать ниже. Выкопали большую яму. Начали усыпать дно песком. И когда высыпали последний ковш и выровняли песок, из-под песка, я смотрю, начинают прорываться кусочки. И начинает выплескиваться вода. Забил ключ. Прям в центре купели. После этого решили, значит, применить новую технологию, которую никто не делал. Пойдемте, покажу. Дно купели полностью, значит, состоит из песка. Сверху положили плиту бетонную. В центре плиты пробили отверстие. И вот именно из этого отверстия бьет ключ. В отверстие, значит, мы забурились на метр пятьдесят шнеком на триста. В это отверстие будем вставлять ажбестовую трубу, которую будем просверливать. Значит, у нас сверху этого отверстия будет ставиться дубовая купель. В купели будут отверстия в днище. И ключ будет пробивать в купель, набирать ее. Помимо подачи воды снизу, у нас будет установлена новая труба из колодца. И будет идти подача сверху. То есть, получается, купель наполняется сверху, наполняется снизу. Тем самым вода циркулирует. На спуске у нас будет стоять два клапана. Один клапан снизу, для того, чтобы можно было иногда спускать купель. И один клапан сверху, для того, чтобы, когда купель переполняется, вода уходила. Тем самым у нас вода подается с двух сторон. Снизу и сверху. И также она у нас уходит снизу и сверху. Тем самым все у нас циркулирует. Вода не простаивается. Плиту бетонную мы снизу обварили швелером. Поставили стойкие швелера. Это у нас несущая конструкция. Засыпаем щебенкой кварцитопесчаной. Это у нас будет дренажная система фильтрующая. Дальше ставим купель. И дальше уже засыпаем песком и землей. Поверх этой всей конструкции будем ставить часовню. Как, значит, получилось у меня с купелью? Я общаюсь с ребятами, так как я занимаюсь бизнесом в лесной сфере. Расчистка, выпиловка деревьев постоянно. У меня есть много знакомых. Значит, у меня есть друзья в городе Белгород. Они мне позвонили, говорят, Антон, мы знаем, что ты строишь купель. И хотим тебе помочь пиломатериалом. Ребята, значит, нам дали на строительство этой купели дуб. Брус дубовый. 120 на 120. Очень хороший, сушеный, массивный. После того, как я привез пиломатериалы, я отвез их в село Истабное. Есть у нас мастер по дереву. Он плотник, занимается, делает скамейки, лавочки, стулья, двери. Вот. И он взялся за нашу работу. Значит, работой он занимался где-то в районе недели. Он ее подготовил. Получилась очень хорошая купель. И швы в самой купели мы загерметизировали специальным герметиком, который используется в судостроительстве для герметизации швов. В лодках. Значит, внешние швы купели мы полностью обработали. Она у нас постояла несколько дней. Выстоялась. И сейчас на заднем фоне от меня ребята занимаются, делают отверстия. Для поступления воды и дренажное. То есть, выход воды. Специальными сверлами все это просверливается. Ребята, какие планы? Значит, здесь у нас будет часовня. Дальше эта часовня продолжается. Я планирую сделать помостье металлическое, которое будет идти дальше. То есть, люди спускаются с лестницы, заходят в часовню. Окунулись. Дальше идут, гуляют по металлическому помостью. И дальше мы сделаем колодец. Хороший колодец, где можно будет набирать воду. От колодца помостье продвигается дальше к водоему. У нас здесь пруд. Будет чистая площадка, ухоженная, цветочки, деревья, сухостой валежник. Где-то подрежем, где-то подпилим, сделаем красоту. И дальше от пруда у нас будет помостье идти вверх на бугор. И получится такая площадка, что ты спустился вниз по лестнице, здесь погулял, прошел дальше, уже набрал водички и пошел гулять дальше. В перспективу, думаю, здесь сделаем освещение. Забыл сказать, что мы привезли еще 100 сосен. Эти сосны были посажены весной. Сейчас они дали очень хороший прирост, примерно сантиметров по 20. Цветут, пахнут. Летом мы здесь высаживаем цветочки, косим травку, убираем граблями, школьники приходят, помогают. Администрация приходит, тоже взаимодействует, помогает. Если вопросы, где-то что-то там посадить, сосны когда сажали, цветочки, где-то полить когда-то надо. Для тех, кто хочет поучаствовать, участвуйте кто-то физической силой. Ну, вообще, кто чем хочет. Можете просто позвонить мне на номер, спросить, что нужно. И пожелания, ребят, для тех, кто живет в селе. Не надо никого ждать. Возьмитесь, если есть возможность. Если предприниматель, бизнесмен, да или просто работник. Если есть возможность и желание, просто возьмитесь и что-то сделайте для своего села. Увидите. Как только вы начнете этим заниматься, люди начнут интересоваться. Станет интересно, это запустит цепную реакцию, народ потянется, народ потянется, станет кому-то интересно. Станут звонить с других сел. Вот недавно, вот сегодня буквально ребята сказали, что в Чуево уже тоже хотят, ребята, сделать купель. И эта цепная реакция пойдет дальше, 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 дальше. Ну, а если возможности нет, допустим, что-то делать, участвовать, просто можно наводить порядок, допустим, у себя перед домом. Порядок там на огороде. Если земля неразработанная, то обязательно разработай, чтобы она не простаивала. Что-то нужно посеять. Вот. И как-то что-то вносить, вносить, вносить в эту жизнь. И, конечно же, оставить после себя что-то такое добротное, хорошее, чтобы потомки помнили. Если мы не будем делать, и никому это не будет нужно, она так и будет простаивать. Так что, ребят, подымайтесь, берите и занимайтесь. Всем позитивного настроения, крепкого здоровья. И поздравляю свое село. 16 ноября у нас престольный праздник. День Святого Георгия Побиненосца. Приезжайте в село Истобное, Белгородская область, Губкинский район. В конце ноября, я думаю, уже будет у нас готово. Можно будет приходить и окунаться. И закаляться, укреплять свое здоровье. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»